здравствуйте уважаемые зрители и сегодня в нашей студии гость максим велков максим здравствуйте 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 наталья расскажите пожалуйста о вашей деятельности деятельности вашей организации как уже было сказано меня зовут максим вилков я координатор межрегионального общественного движения за демократию и права человека цель существования нашей организации это представление на международных площадках информации о преступлениях против личности которые совершаются в ходе гражданского противостояния на украине о каких площадках идет речь ну в первую очередь идет речь о международных площадках которые представлены в европе это совет по правам человека который базируется в жениве и бюро по демократии и правам человека о бсе там две штаб-квартиры в вене и в варшаве соответственно на этих площадках работают эксперты которые следят за тем как в разные государства соблюдает свои обязательства в области прав человека собственно о чем тут идет речь дело в том что в ходе гражданского противостояния на украине масса людей столкнулась с тем что в отношении них были совершены разного рода преступления и с четырнадцатого года мы занимаемся тем что мониторим эту ситуацию составляем доклады по этой ситуации и передаем их в международной организации надо понимать что с момента начала гражданского противостояния на украине с февраля 2014 года и уж тем более с мая 2014 года когда начинается вооруженный конфликт на донбассе судебная правоохранительная правозащитная система на украине фактически перестала существовать и работать и это касается не только ситуации в зоне вооруженного противостояния где в принципе подобная ситуация естественно но и в целом на территории украины поэтому мы видим что масса граждан украины подвергается преследованием по из соображений противодействия там угрозе сепаратизма по из по идеологическим соображениям просто потому что они не поддерживают современную украинскую власть которая установилась после февраля 2014 года мы хотим чтобы их голос был услышан и чтобы справедливость в отношении них в конце концов восторжествовал при этом возникает вопрос а где же собственно украинские правозащитники и почему мы вы вынуждены это делать с территории россии дело в том что на самой украине конечно правозащитных организаций существует масса то есть их огромное количество но по словам наших товарищей которые непосредственно работают на украине они являются не правозащитниками а ультра правозащитниками то есть главная их задача которую они выполняют это сопровождение государственных украинских интересов и защита в международных органах разного рода ультра радикалов ультра националистов которые активно участвуют в проведении украинской государственной политики на территории украины на востоке украины существует две разные территории в которых совершенно различается ситуация с одной стороны это территория непризнанных республик лнр и днр где существуют свои правительства в которых ситуация конечно тяжелая в том числе и из правозащитной точки зрения с экономической точки зрения социальной точки зрения с другой стороны это территория которая находится под контролем украины территория донецка и луганских областей на которых действуют украинские администрации и которая также является территорией специальной операции силовых органов украины в связи с тем что там проводится эта специальная операция раньше она называлась а то антитеррористическая операция на ней она несколько раз переименовывалась после этого но остается один факт что права граждан которые живут на этой территории частично ограничены то есть это происходит официально на официальном уровне вот кроме этого что важное происходит что непосредственно в ходе вооруженного противостояния у нас происходит масса преступлений которые были совершены в первую очередь украинскими военнослужащиками и членами добровольческих вооруженных формирований эти преступления так сразу забегая вперед скажу они не расследуются украинскими властями фактически не заводятся уголовные дела по ним и количество людей которые все-таки понесли наказание она минимальна о чем идет речь в первую очередь это преступление совершенные непосредственно в ходе вооруженного конфликта то есть военные преступления к ним относятся убийство мирных граждан похищение людей содержание их в тайных тюрьмах как в местах расположения воинских частей так и за его пределами например в тайных тюрьмах с б у украины вот например спецприемник в харькове через который прошло 3000 человек ситуация она страшная потому что масса людей которые попадают туда они никаким образом не были связаны с не не с ополченцами не с администрациями лнр днр не с их вооруженными формированиями уже лнр днр они просто попадают туда по причине при над территориальной принадлежности того что они живут на территории восточных частей донецкой и луганской областей это такой первый большой кейс на второй это то чего в основном страдают мирные жители это постоянные обстрелы которые с мая 2014 года ведутся украиной по территории днр лнр в первую очередь это населенные пункты находящиеся близ зоны разграничения каждый день фиксируются эти обстрелы каждый день происходит уничтожение домов которые находятся в этой зоне и гибнут люди естественно гибнут люди как непосредственно от обстрелов так и от не разорвавшихся снарядов которые оказываются на этой территории вы сказали о том что на территории украины существуют тайные тюрьмы и назвали цифру в 3000 человек как можно узнать количество людей которые прошли через эти учреждения и чем они вообще опасны так ну давайте начнем все таки с того что это такое тайная тюрьма тайная тюрьма это тюрьма которая официально не существует то есть это место незаконного удержания людей в зоне конфликта на донбассе таких тюрем со стороны украина два вида во первых это тюрьмы непосредственно в местах расположения частей это может быть какой-нибудь сарай еды или какой-нибудь яма в которой просто сидят люди которых задержали близ вот военнослужащие этой части члены добровольческого формирования какого-то которых вот эти люди этих людей они схватили привезли это место и вот они там сидят сидеть они там могут не определенное время цель их там содержание может быть любая это может быть как чисто криминальная вещь то есть там когда задерживают людей для извлечения прибыли или с точки зрения какой-то мести местном особенно если часть понесла большие потери или понятное дело и когда задерживают женщин девушек другой тип тюрем это незаконные тюрьмы которые организуются реальными органами безопасности то есть например служба безопасности украины вот например спец приемник как он в обиходе назывался сбо в харькове то есть это место куда организовано свозили людей которых подозревали в сочувствии сепаратистам и в помощи российской агрессии так скажем как это называлось то есть под это дело мог попасть любой человек который каким-то образом или пытался проехать на донбасс или имел какие-то связи с людьми из россии или не дай бог что-то говорил кому-то в неположенном месте условно то есть попасть по донос или как-то активно выражал несогласие с украинской властью вот особенно если мы говорим о каком-то каких-то людях занимающих активную гражданскую позицию вот такие люди оказывались в этом спецприемники в харькове откуда взята цифра в 3000 человек эта цифра которая есть у меня на момент 2016 года дело в том что эта ситуация существованием данных тюрем она стала достоянием международной общественности и это одно из немногих преступлений которые реально вызвала интерес у международных правозащитных организаций например вот как раз про тайные тюрьмы вышел специальный доклад организации amnesty international вот его можно ознакомиться как раз вот в 2012 2016 году он и появился чем страшны тайные тюрьмы тайные неофициальные места содержания людей в том что люди которые оказываются в этих местах они оказываются вне правового поля там не действуют никакие законы эти места находятся вне зоны деятельности контролирующих органов правозащитных органов ну понятно что действия то есть как бы вас не задержали там в обычная тюрьма это не сахар это плохое место но там вы все равно находитесь под защитой закона даже если вы туда попали даже если за преступление даже если за самое страшное преступление в данном же ситуации люди туда попадали без обвинения без какого-то юридического сопровождения и самое главное что сколько они там могли находиться никто не знает то есть есть случай когда люди в таких местах сидели по два года для чего создавался данный запас большой запас людей потом эти люди очень часто обменивались на военнопленных которых брали в плен на в ходе вооруженного противостояния на донбассе соответственно ополченцы со стороны днр и лнр вот эти люди которых похватали по территории украины и потом очень часто обменивались на членов украинских добровольких формирований или военнослужащих максим на украине получается не работает ни военной прокуратуры не гражданская есть же правозащитная общественная организация почему так выходит что всей тематикой по защите прав граждан занимается ваша организация к сожалению как я уже говорил правоохранительная правозащитная судебная система на украине сегодня полностью подчинены идеологическим мотивом то есть идеологический мотив это противостояние с страшными сепаратистами которые есть на востоке и противостояние чудовищной российской угрозе которую вот она витает в воздухе это как бы такой субъективный момент который влияет на это дело объективно же если мы посмотрим на то как оно устроено и работает по-настоящему мы увидим что во первых вся эта система она самым глубоким образом коррумпирована а с другой стороны непосредственно люди которые должны вести расследование которые должны заниматься юридическим сопровождением граждан которые должны выезжать на места собирать то есть вот следователи прокуроры они все связаны с совершением военных преступлений на донбассе четырнадцатом пятнадцатом года то есть все эти люди они никуда не делись из правоохранительных органов все они проходили службу в зоне антитеррористической операции как она называлась и естественно они все очень сильно завязаны на эти преступления ну то есть например эти приступы часть этих преступления должно расследовать непосредственно служба безопасности украины которая сама и организовывала тайные тюрьмы и соответственно она будет сама себя расследовать вот к чему это приводит это приводит к тому что граждане фактически не имеют возможности обращаться в судебную правоохранительную систему украины для достижения справедливости при этом бессмысленно обращаться и в право защитные организации как я уже говорил на территории украины потому что чем занимаются правозащитные организации они занимаются расследованием даже не расследованием а криками о российской агрессии о преступлениях в крыму и защитой славных воинов которые останавливают сепаратистов на востоке и этой защиты они ведут на международных площадках они соответственно выступают с ними и мы были очень удивлены когда они защищали убийцы насильников из батальона шахтар или из батальона айдар то есть это это вот преступление которое на международном получили международную огласку и только благодаря международной огласке хоть какое-то расследование она пошло то есть принципе что то есть вот поэтому единственный способ у людей каким-то образом добиться справедливости это выйти на международный уровень со своими проблемами с теми преступлениями которые в отношении них были совершены куда они могут пойти возникает вопрос они могут пойти на самом деле ну кроме того что соприк предать это огласки через те организации которые я уже назвал то есть совет по правам человеку бюро по демократии правам человека оба с и выйти на уровень непосредственно международных судебных органов в европе для европы это два основных органа это международный уголовный суд а в гааге и европейский суд по правам человека в страсбурге по счастью для граждан украины украина признает решение обоих этих органов более того согласно конституции украины взятым на себя обязательством решение европейского суда по правам человека являются обязательными для исполнения на территории украины то есть тут здесь такая коллизия возникает что в россии сегодня эти решения не обязательны для исполнения по национальному законодательству но россия те решения всегда исполняет на своей территории украина вот у нас есть несколько случаев когда есть решение у гражданах украины соответственно через европейский суд по правам человека но украина эти решения не выполняет но хотя бы международная огласка этому будет признан и придана значит соответственно задача которая есть это помогать гражданам украины которые пострадали от ситуации гражданского конфликта вооруженного конфликта которые там про происходит пострадали от рук членов вооруженных сил украины служб безопасности украины добровольческих формирований подавать жалобы в соответственно есть пч и международный уголовный суд чтобы появилась хотя бы призрачная надежда добиться справедливости 3000 пострадавших человека это итоговая цифра конечно нет вообще цифры пострадавших сколько людей всего пострадала в результате этого конфликта их только предстоит в реальные цифры узнать ну если просто мы даже прикинем регион донбасса это днр лнр даже днр лнр это три с половиной миллиона человек вот из которых сотни тысяч живут вдоль линии соприкосновения сегодня ну то есть я могу оперировать только цифрами сколько нам удалось собрать и подать жалоб вот эти вот цифры есть значит всего сейчас с территории украины в международный уголовный суд подано десять с половиной тысяч жалоб от граждан украины из которых 7000 это непосредственно жалобы с территории донецкой и луганских областей из этих 7000 6000 жалоб это жалобы в отношении украинских военнослужащих и членов добровольческих формирований то есть это вот нижняя цифра о которой мы можем говорить на сегодняшний день работа продолжается работа ведется и расследование каждый день открывают новые и новые случаи и новые цифры а как реагирует международные организации на эти жалобы ну здесь два момента то есть надо разделить реакцию на доклады и жалобы которые идут в совет по человека и другие подобные международные организации которые как бы являются наблюдающими контрольными органами в области прав человека это с одной стороны с другой стороны это непосредственно реакция европейского суда по правам человека и международного уголовного суда на конкретные случаи и факты которые им подаются значит если мы говорим про первый случай то здесь это становится аренной политикой идеологической борьбы то есть естественно что любой доклад любое выступление которое происходит на этой международной площадке имеет шанс быть сорванным прерванным представителями официального киева то есть это может быть как представителями непосредственно официальной украинской делегации которые могут выступить заявить что они там не согласны с какой-то формулировкой или их не устраивает спикер который говорит ну то есть если мы попробуем привести человека там с донбасса и нам удастся убедить даже местные местные секретариаты в том чтобы он выступил его выступление с большой долей вероятности будет сорвано украинскими представителями с другой стороны могут быть непосредственно провокации которые проводятся то есть четырнадцатый пятнадцатый год сейчас такого уже меньше но тогда это обязательно любое выступление которое не будет как комплементарно в отношении украинской политики она будет сорвано представителями украинских общественных организаций которые будут прыгать с какими-то лозунгами с транспарантами кричать вот в таком уличном стиле там с чем еще сталкивались это например с воровством литературы на которую мы привозили то есть наши доклады мы печатали и листовки мы распространяли их можно распространять в ходе этих мероприятий которые проводились у представители украинских правозащитных организаций украинской официальной делегации проходили и просто собирали всю эту литературу себе в сумке и потом выбрасывают ну это скажем одна реакция другая реакция непосредственно со стороны международных органов здесь интереснее потому что с одной стороны у нас есть однозначная международная поддержка которая существует в европе в отношении украины то есть на самом высоком уровне с другой стороны когда они знакомятся с непосредственными фактами то есть вся эта европейская международная правозащитная машина она работает в принципе как механизм то есть там непосредственно все эти вещи то это бюрократия которую если ты даешь определенные факты она обязана выдать определенный результат то есть по крайней мере выступить с неким осуждением с предложением что-то изменить так далее вот с этим нам удается работать поэтому действуют международные комиссии международные мониторинговые органы как эта эмиссия мониторинговая оон на территории украины этой мониторинговая миссия оба с е которые еду ездят фиксируют факты нарушения прав человека собирают их доклады и да многие случаи которые нам удается выявить они попадают в эти доклады в том числе это одна сторона медали с другая сторона медали это то есть по идее вот если существует вот этот вал фактов есть существует и в принципе есть механизмы как работать с этими органами то следующий факт это попадает в непосредственно судебную систему еспч и мус и вот здесь наступает самое интересное потому что в отношении украины то же самое еспч пока что не дает ответа на наши жалобы связано это с тем что по мнению европейского суда по правам человека не исчерпаны возможности украинского национального законодательства и национальной правоохранительной и судебной системы то есть согласно общим правилам прежде чем если даже случай который мы рассматриваем он абсолютно является случаем еспч он связан с нарушением прав человека он с нарушением базовых каких-то принципах о которых говорит европа человек должен пройти что называется все круги ада он должен пройти все ступени судебной системы своей страны и не добившись справедливости уже идти европейский суд по правам человека поскольку украина с точки зрения европы является правовым государством государством стремящимся в евросоюз государством в котором в принципе он высоко оценивается по рейтингам свободы вот несмотря на все что я буду здесь говорю поэтому с точки зрения европы ребят ну если вас нарушили права давайте обращайтесь украинские правоохранительные органы и вот если вы не добьетесь там спустя три года условно говоря вот пройдя все 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 ступени все апелляции все дойдя до верховного суда вот после этого вы подавайте уже нам и тогда мы это дело будем рассматривать как это себе представить на практике ну то есть вот например женщина которая была например похищена членами украинских добробатов провела какое-то время в этом плену испытала там немыслимые страдания и мучения вот она вернулась и он например удалось убедить что иди и добивайся справедливости далеко не каждый гражданин вот вообще готов это делать это другая проблема о которой стоит говорить что многие люди во-первых боятся подавать подобного рода вещи а с другой стороны не хотят даже их вспоминать вот забыть вот вот мы теперь отделились вот здесь стоят теперь войска ополченцев мы живем в днр на украину не хотим никогда и забыли как страшный сон хорошо удалось убедить что нужно это делать и вот она что ей нужно сделать ей нужно поехать на территорию которая контролируется украинскими войсками пройти через пропускной пункт кстати сегодня пропускные пункты не работают из-за к виду пройти на территорию контролируемой украины найти там соответственно или прокуратуру ну например прокатур прийти в эту прокуратуру увидеть там следователя прокуратура который будет одним из членов этих добробатов которые с которыми она сталкивалась четырнадцатом пятнадцатом году получить обвинение в сепаратизме в клевете на славных воинов а то и в принципе до дому уже не вернуться а уехать уже в тюрьму уже уже вполне официально украинскую тюрьму вот даже если удается каким-то образом подать это в эти органы какой-то какую-то жалобу они просто физически не расследуются затягиваются под любыми предлогами то есть даже если удается людям чего-то добиться то есть человек однозначно берет на себя то что вот он все ближайшее время с риском для жизни и свободы он будет добиваться вот этой справедливости поэтому многие люди естественно машут руку понятно что добиться справедливости внутри украинской системы фактически невозможно поэтому есть механизмы то есть есть примеры когда если невозможно добиться внутри справедливости и изначально понятно что невозможно добиться справедливости внутри системы можно подать в обход этих правоохранительных органов Вот сейчас одна из важных задач, которая стоит, это сделать так, чтобы данный факт был признан Европейским судом по правам человека. Тогда будет датен ход расследованию тысяч дел в отношении преступлений, совершенных против граждан на Донбассе. И вот у меня есть очень приятный момент, дело в том, что когда готовились, я хотел то же самое говорить про Международный уголовный суд, но буквально вчера вечером мне пришел ответ, что одна из наших жалоб, которую мы подавали в Международный уголовный суд по обстрелам, которые совершались украинскими вооруженными силами населенных пунктов Донецкой области, ДНР. Соответственно территория ДНР. Одна из этих жалоб, ну непосредственно это настоящее расследование с углами падения снарядов, с тем, кто откуда стрелял, с предполагаемыми виновниками, то есть полноценная, юридически обоснованная жалоба, она принята к первичному рассмотрению Международным уголовным судом. Максим, какие шаги должен предпринять человек, чтобы добиться справедливости? Ну, предположим, если человек с территории ДНР или ЛНР и в отношении него было совершено какое-то преступление, то есть или он был похищен, или он жертва обстрелов, то есть пострадал его дом или он ранен был, он должен подать заявление в украинские правоохранительные органы. То есть что он должен сделать? Он должен пересечь границу, то есть вот линию разграничения между ЛНР и ДНР и Украиной, что само по себе уже непросто. После чего он должен прийти туда, ну, например, в прокуратуру и попытаться подать там заявление о своем, то есть о том, что с ним произошло. Заявление, естественно, подать туда сложно, его принимать никто не хочет, то есть этого еще тоже нужно добиться. И потом необходимо добиваться того, чтобы это дело все-таки шло, оно расследовалось. При этом изначально к нему отношение и к этому делу, и непосредственно к нему будет отрицательным. Сам он будет находиться под опасностью быть арестованным, потому что он с территории ЛНР и ДНР. И с точки зрения украинской власти уже человек подозрительный, который вполне, естественно, сочувствует сепаратистам и, соответственно, он должен, он может сам попасть в тюрьму после этого. И ему нужно будет пройти передачу дела в суд, апелляцию, рассмотрение в более высшей инстанции, рассмотрение в Верховном суде. И только после этого его дело может быть передано в, то есть он может добиться передачи своего дела в Европейский суд по правам человека, который уже может принять его к рассмотрению, если оно находится в его юрисдикции. Максим, ну мы же понимаем, что это нереально. Именно. Поэтому необходимо добиться того, чтобы данные жалобы рассматривались в особом порядке. То есть по принципу невозможности для граждан прохождения всех ступеней национальной судебной системы. Такой принцип есть, прецеденты такие есть. Это и дела по бывшей Югославии, это и дела по России в отношении чеченских компаний, это и дела по современной Африке. Примеров достаточно. Но вся проблема в том, чтобы добиться хотя бы первого прецедента рассмотрения такого дела в отношении Украины. А есть ли успехи в этом направлении деятельности? К сожалению, с успехами здесь гораздо сложнее. Просто могу привести статистику. За последние три года нами и нашими товарищами на Донбассе направлено в адрес ЕСПЧ порядка 800 жалоб. Из них ответа нет ни по одной. С Муссом ситуация гораздо приятнее. Вот я был готов говорить примерно то же самое, о том, что невозможно пробить эту стену. Но буквально вчера мне пришло сообщение о том, что первая из наших жалоб, из 12 жалоб, которые мы в прошлом году подали в адрес Международного уголовного суда, она принята к первичному рассмотрению Международным уголовным судом. То есть, что Мусс признал, что да, это в его юрисдикции, и он, что жалоба составлена и подана правильно, и он будет ее рассматривать уже по существу. А по какой причине ЕСПЧ не принимает жалобы, как вы думаете? Дело в том, что в сознании европейской бюрократии людей, которые за это отвечают, граждане Украины, проживающие на Донбассе, пострадавшие от рук, они непосредственно связаны с Россией. То есть, это уже общее место, которое для них не требует доказательств. И поскольку они связаны с Россией, на них транслируется полностью отношение, не объективное предвзятое отношение, которое есть в отношении России со стороны руководства Евросоюза, европейских органов. Это отношение, естественно, негативное, что мы прекрасно видим сегодня в сообщениях современных европейских СМИ, политиков, общественных деятелей. В принципе, сегодня негативное отношение к России стало общее европейским трендом. И заложниками такого отношения становятся самые простые люди, проживающие на территории вооруженного конфликта. Максим, ситуация действительно тяжелая. Что вы планируете делать дальше? Ну, ситуация действительно очень тяжелая. И фактически без изменения отношения европейцев к России, к российским гражданам, к ситуации на Донбассе, сделать что-то в этом отношении сложно. Растет количество людей, критически настроенных к действиям украинских властей, которые их не поддерживают. У этих людей очень часто не хватает информации. То есть, фактически вокруг происходящего на Украине существует информационная блокада в отношении любых преступлений, которые совершались в отношении граждан Украины со стороны украинских властей. Этой информации невозможно встретить ни в одном европейском, ну, почти ни в одном европейском издании. Вот, начиная с прошлого года, нам потихонечку удается эту информационную блокаду пробивать, с ней работать. То есть, ряд европейских изданий активно участвуют в наших мероприятиях, которые мы проводим. Мы, благо, сейчас это можно проводить дистанционно, мы организуем эти мероприятия с участием как европейских журналистов, политиков, так и с жителями и правозащитниками с Донбасса. Вот, и они напрямую передают эту информацию и, как бы, таким образом пробивая вот этот информационный вакуум вокруг ситуации на востоке Украины. И эта работа, она очень перспективна. То есть, потому что, как только об этом начнут активно писать не только маргинальные какие-то издания Европы, но и вполне себе уважаемые крупные издания. Ну, не буду секрет, что активно мы работаем сейчас с французской газетой «Юманите». И если нам удастся пробить эту блокаду и в других местах, то есть не только во Франции, но и в Германии, в Австрии, в других государствах, тогда нам удастся и изменить общее, то есть способствовать изменению отношения европейского общества к ситуации на Украине. Ну и, конечно, мы продолжим свою работу в отношении ЕСПЧ, в отношении Международного уголовного суда и нашей представленности и представленности позиции жителей Востока Украины на международных площадках в Европе. Это и ООН, и ОБСЕ. Более того, мы хотим расширить это присутствие. То есть вот в будущем году мы планируем выйти на площадки Совета Европы. Мы уже попробовали, испытали их в сентябре прошлого года. В принципе, там отношение к России, к правозащитникам из России, менее предвзятое, чем в структурах Евросоюза. Поэтому есть надежда на то, что там мы будем услышаны. Максим, большое вам спасибо за такой интересный рассказ. Будем вас с радостью ждать снова в нашей студии. С вами был Максим Луков и Наталья Селюкина.